Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Вот Светлана так любезно согласилась побеседовать о своём пути, рассказать о своём пути. Я всегда говорю о том, что каждая душа приходит в этот мир пройти свой путь, путь своего развития, совершенствования. И часто бывает так, что человек выходит на этот путь благодаря каким-то проблемам, иногда болезням. Нужно какое-то внешнее воздействие для того, чтобы сподвигнуть человека к изменениям. Светлана, а как у Вас произошёл выход на путь становления, развития на этом пути? Расскажите, пожалуйста. Да, я благодарю за возможность поделиться своей историей. В 2017 году, во время беременности моей доченька, у меня двое деток, в середине беременности я гуляла у нас в Петербурге по набережной. И просто резко началось сердцебиение, экстрасистолия, когда сбился сердечный ритм. Я, конечно, очень испугалась, спустилась на набережную. Мне казалось, вообще минуты вечностью. Мы вызвали скорую помощь, и когда она приехала, уже всё прошло. Это такое было, конечно, как это, как холодной водой облили. Шок такой, да? Да, что такое происходит, почему. Эта экстрасистолия стала ежедневно, иногда пару дней спокойно, иногда она снова появлялась, но уже не прекращалась. То есть всё с того момента практически регулярно. Ничего не предпринимала поначалу, ну, как бы, не знаю, просто жила, как жила. А дальше в 2019 году у меня добавились панические атаки. Их связывала я так, что экстрасистолия продолжалась, и я боялась, что, например, поеду в метро, метро станет мне плохо, мне никто не поможет, я умру, и вот как бы на фоне этого развивалась паническая атака. Таким образом, что очень сильно увеличивался сердечный ритм, неважно, где я была, мне нужно было сесть, прийти в себя, потому что потели руки, ноги. Когда присоединились ещё панические атаки, я поняла, что всё, нужно что-то с этим делать, нужно себя спасать, нужно собой заниматься. Первая мысль у меня была начать заниматься йогой. Даже не психотерапевт, не психолог, почему-то йога. Именно йога. У меня прям вот мысль такая, йога. Думаю, ладно, я не разбиралась в направлениях йоги, я попала, записалась на кундалини-йогу, стала её изучать. После чего она как бы была йогой и продолжала всё равно жить так же, как и раньше. Дети, быт, фотографировала, медицина была, в поликлинике работала. Но, опять-таки, особо действий никаких не предпринимала. И тогда у меня присоединились депрессии. В какой-то момент я понимаю, что муж и детки меня не радуют. Хотя я такой семейный человек. Для меня это удивительно. Я такой всегда на позитиве была. А тут, во-первых, контроль, что мне в любой момент может стать плохо. Во-вторых, вот детки радуются, играют. Мне не хочется присоединиться. Я полежать, как-то вот спать всё время хотела. Ну, вот прям вот это точно уже было не моё. Ну, потому что это было как истощение, наверное, да? Истощение абсолютно точно. Психоэмоциональное, да? Потому что это же не месяц, это уже, получается, два года было. И у меня мысль такая возникла, что мне нужно себя вдохновить историей на исцеление. Я в интернете вписала истории исцеления, что-то такое. И удивительным образом мне попалась девушка, которая в обычном видеоролике в Ютубе говорит о том, что она делает какие-то практики, и она прочитала книгу «Возлюби болезнь свою». Мне откликнулось сразу это название не с удивлением, что что это такое, а как здорово «Возлюби болезнь свою». В этот же день я нашла в интернете книжку. Могу сказать, что я её практически за несколько, может быть, дня за два пролетела так быстро. А потом понимаю, что мне интересно. Думаю, надо как-то всё-таки вчитываться. Я начала ещё раз. Стала внимательней. Это же действительно она такая стала, как многие говорят, настольной книгой. Вы уже видели у меня. Это уже, конечно, другая версия всё равно. У меня всё было подчёркнуто. И мне хотелось подчёркивать каждую фразу. У меня книжка была просто вот от и до. С сердечками, где мне очень нравится. С восклицательными знаками, где внимательнее я должна посмотреть. В общем, я её изучала. И думаю, есть ли у меня возможность... Ну, есть ли человек, который по вашей методике работает. Если не ошибаюсь, это 20-й или 21-й год. Наверное, всё-таки 21-й год я выхожу на Тамару Ильиничну Савич, которая у нас в Петербурге. Еду к ней. У меня по дороге такие тревожные уже, ну, волнительные какие-то всё, но состояния нахлынувают. Я как-то всё отрегулировала. Я научилась правильно дышать уже. Ну, смогла. Себя я за рулём была. Она сконцентрировалась, доехала. Всё-таки цель была. Тут уже некогда было. В итоге, даже когда ждала у кабинета нашу первую встречу, понимаю, что у меня всё поднимается и поднимается тревожность. Просто увидеть человека. То есть это уже стало любое, когда я выхожу из привычных... Какое-то неординарное событие уже вызывало. Чуть что, я как бы из обычной, с привычной жизни своей ухожу, и сразу у меня вот эти вот волнения, тревоги. Я как сейчас помню, что я захожу к Тамаре Ильиничне с трясущимися руками, говорю, Тамарочка, Ильинична, сделайте что-нибудь, мне плохо. Дальше буквально несколько у нас фраз, как я вот сейчас вспоминаю. И я быстро в такое какое-то состояние вошла. Я говорю, можно я закрою глаза? Она стала со мной вот этот диалог вести, как я понимаю, вот этой методикой определённой. Мне очень захотелось закрыть глаза. Я помню нашу первую встречу, что у меня всё время, значит, был свет, как будто... У нас в Питере редко бывает солнечная погода, но с закрытыми глазами постоянно видела, как будто в окошко светит свет. А я сидела напротив окна, я в конце её даже переспросила, как бы выяснила, что света не было, то есть солнышко не светило. И вот у меня какие-то образы, вот темно, светло, темно, светло, какие-то круги. Им всё время как-то мама, мама, мама. Ну, на что мне Тамара Ильинична сказала, что просто я, как это сказать, ну, в общем, связана я с мамой. Ну, это вот была наша первая... Это определённые программы, которые, ну, можно сказать, родовые, да, какие-то программы, связанные с мамой. Не помню даже, было ли у нас какое-то позитивное намерение или что-то. Честно, ту первую встречу уже так смутно помню. Но с того момента панических атак у меня не было. Вот просто вот до сих пор иногда вспоминаю, думаю, что же, как бы как это мы проработали этот момент. Как так получилось. Как так получилось. Но панические атаки, можно верить, можно нет, но в моей жизни они ушли. Ну, соответственно, уже стало легче. Панические атаки ушли. Сердцем всё-таки уже как-то я там... Уже полегче. Уже полегче. Всё-таки не сопровождалось этой такой тревожностью. Волнения какие-то были, но пиковых вот этих состояний, чтобы останавливаться, потели руки-ноги, этого не было. Дальше, конечно же, я поняла, что мне нужно внедрять в свою жизнь йогу. Цигур мне откликнулся, вот всякие дыхательные практики. Опять-таки, тоже не совсем регулярно, но уже хотя бы они стали присутствовать. Потом я снова пишу Тамаре Линишне, что... Во-первых, я всегда ей пишу невероятные сообщения своей благодарности и любви к ней. Ну, и приезжаю второй раз уже побеседовать по поводу сердца. Что же такое способствует моим этим экстрасистовам? Потому что книгу я читаю, но самой мне не получалось погрузиться. Всё равно хаотичность мыслей самой, как мне казалось, не справится. И вот мы пробуем с ней метод перепрограммирования, когда мы вот... Да, нет, вот это вот. И общение, работа с подсознанием. Работа с подсознанием. Работа с подсознанием. В момент вот этого погружения я полностью доверилась. Это очень быстро у меня происходило. В голове пусто. И вот этот вот крик мой, ну, можно сказать, детский. Вот мама, мама, мама. И меня прямо охватило такой какой-то ужас, страх. Я не знаю, у мамы была просто такая, видимо, восприимчивость. Я у мамы первый ребёнок. Родила она у меня в 38 лет. И, ну, хотя, не знаю, возраст, может быть, тоже здесь как-то где-то сказывался. Но где-то на моё непослушание ничего, на самом деле, такого никогда не делала. Но вот мама воспринимала тем, что мы ругались. Ей становилось плохо. Она садилась на стул. Ну, или там, неважно, куда-то ей нужно было присесть. Она бледнела. И как бы вот как будто в какой-то момент как не дышит. То есть какой-то вот ступор такой. Ну, и вас это очень сильно пугало. У меня сразу же, что маме сейчас плохо из-за меня. И вот это вот мама, 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 прости сразу. Я не хотела. То есть, ну, вот так от души прям охватывало, охватывало страха. У меня прям всецело. И я вот вспомнила даже, как мама сидит на стуле. То есть картинка мне пришла. Небольшая наша квартира, кухня, стол. И я вот как на коленях прямо у мамы, что мамочка, прости, я не хотела. Что тебе там попить? Ну, в общем, вот этот вот страх, он сразу вспомнился мне и сердце. И я помню даже Тамара Ильинична меня, я еще с закрытыми глазами, она меня взяла за руку. И уже как бы, что все-все, выходим, выходим. Потому что я боялась, что снова сейчас вот застучит перебоем вот этим вот. А потому что разогнало сердце так вот не на шутку. И рот сух, и слезы. Ну, вот такое вот было. То есть с помощью вот общения с подсознанием удалось выйти на то событие в детстве, реакция на которое послужила вот причиной развития перебоев сердца. Да. После этого я поняла, что какой-то обиды на маму точно не было. Что, может быть, там, да, у кого-то было бы, что как же так, да, вот из-за мамы я столько там лет. Нет, я никаких осуждений, никаких обид маму принимаю. Такое, какая есть, было в моей истории, то и было. Но с того момента я поняла, что нужно прорабатывать вот отношения с мамой. Тамара Ильинична мне все сказала, что Свету нужно почувствовать какой-то внутри такой порыв. Маму просто обнять, приехать, как-то поговорить, что, мамочка, давай вообще забудем все, что было. Прости меня, где я тебя вот приводила к таким вот состояниям, если это из-за меня, что я не специально это, я тебя очень люблю. И, скажу честно, как-то не сразу этот порыв я словила внутри. И вот, ну, просто как бы услышала, думаю, надо дождаться, чтобы это сделать искренне, потому что, ну, действительно, маму люблю. И вот, и тут действительно наступил момент, когда я чувствую, что мне прям хочется к ней поехать и вот искренне вот так вот с ней поговорить, обнять. Мама была, на самом деле, очень удивлена, что у нас хорошее общение с ней, но все равно я как-то так, мамочка, можно тебя на минутку? Ну, мы тогда были на дне рождения, что ли, и я ее просто в сторону, но мне вот именно тогда хотелось. И я ее обняла, говорю, мамуль, просто хочу тебя попросить прощения. Ну, вот все, что у нас было, прости меня, обидеть тебя ничем не хотела. Мама сразу в слезы, что, боже мой, да это ты меня прости, что, да, ну, как же так, да, да, ну, в общем, то не хотела тебе никак ничем навредить. Я не делилась особой историей, но... Кстати, пример для многих родителей, ведь иногда родители через вот, ну, вот такое поведение, как было у вашей мамы, они же хотят бессознательно повлиять на детей, чтобы, ну, как бы, изменить их поведение. И они же не подозревают, что таким образом они закладывают какую-то основу для, там, болезней, проблем, страданий детей в будущем. Поэтому, уважаемые родители, вот не надо провоцировать, да, детей вот таким образом. Я даже больше, чем уверена, что это неосознанно было. Это неосознанно, конечно. Потому что я долгожданный ребенок, и уж точно мама что-то специально мне не хотела, всегда чувствуя, что она берегает, любит. Я почувствовала, что мне как-то вот, я как будто вот выдохнула так. Я помню, я привезла какие-то браслетики нам с ней одинаковые. Даже не помню, что я в этом, в это закладывала, какой смысл. Но мне вот хотелось как-то с ней вот, ну, как бы отпустить это все, вот, что было. Наверное, даже до того, как я к маме подошла, у меня уже было внутри желание побывать когда-нибудь в светоче. Для меня это, как на духу говорю, для меня это действительно какое-то вот в сознании святое место, куда мне хочется приехать, где творится добро, где происходят такие позитивные изменения у людей. И я всегда хотела здесь побывать. И вот, когда я была последний раз у Тамары Ильиничной Савич, она мне говорит, что Света, надо ставить цели, действительно, там побывать ты не пожалеешь. Опять-таки, очень люблю Тамару Ильиничную, поэтому я прислушалась сразу. И у меня на последней с ней встрече, мы с ней сделали, как это сказать, представить, что же я хочу, вот, каких изменений я хочу. То есть намерения сформировать, да. Да, создать намерение и прочувствовать его, то есть все вот как, что происходит. Я представляла однозначно изменения в своей работе, найти дело, которое мне нравится. Я представила свое здоровье. Принципиально было, чтобы я могла бегать и не переживать за сердце. Это вот прям... Ну и, конечно же, побывать в Светоче. Это было несколько месяцев назад. Это было, я даже скажу, это было зимой. Что удивительно дальше происходило, я до сих пор с такой благодарностью, с таким... Ну, это что-то невероятное. Прошло буквально, наверное, два месяца. У меня уезжает муж в командировку на полгода. Я одна с детками. Значит, нахожусь дома. И резко у меня такое вот, что нужно позвонить. Позвонить в поликлинику, которая у нас рядом с домом. Почему? Ну, хорошо. Звоню. И прихожу на собеседование. Все нравится. Остаюсь там в лечебной физкультуре. Дальше у меня от этой поликлиники, еще не начав работать, мне пишут, что не хотите ли вы, Светлана Владимировна, поучаствовать, пойти с нами на обучение к реабилитологу по кинезиотейпированию. Думаю, ну как же, я вливаюсь в коллектив, нужно пойти. Я иду. И после первого же занятия реабилитолога говорит, Светлана, напишите мне, чтобы мы с вами встретились, там предложение к вам есть. Ну, хорошо. Написала. Дальше я всегда думаю, я всегда с мужем, всегда с семьей. Но 8 марта мне исполнилось 30 лет, и я подумала, мне хочется что-то вот для себя. Я уезжаю в поход с неизвестными людьми, но я знала, что будет все хорошо. Это путешествие, такой поход, это интересно. И в итоге 22 километра по Ладоге, баня, поднимались на маяк. И я каждый раз думаю, боже мой, как это вот, все так быстро происходит. Все как я хотела. Я хотела путешествий. Я хотела найти дело, в котором я раскроюсь, работу. И в итоге вот мой поход, мой приезд в Светоч, это вот тоже вот с зимы не так много времени прошло. Любимое дело, я сейчас в реабилитации. Приходят разные люди после операций, после различных травм. Я составляю комплексы, я в Светоче, и я каждый день вот благодарю Вселенную, Бога, что вот так вот все закрутилось. И теперь знаю, что вот через свой страх, через работу над собой, не опустить руки, бояться лежать там, не знаю, ждать, принимать какие-то лекарства, что тоже у меня было, я принимала какие-то там... Быть зависимым, скажем, от таблеток, да? Да, да. Ну что-то я там принимала, чтобы просто хоть немножко успокоиться. Сама себе эти дозы назначала там по четвертинке таблеточки, ну что бы мне стало легче. Ну, слава Богу, я это делала немножко. Хотя ведь можно просто было разобраться в себе. Получается, вот так вот через работу с подсознанием, можно сказать, пошло преображение вашей судьбы, вашей жизни. Абсолютно точно. Осознание определенных своих внутренних страхов. И вы пришли вот к делу жизни. Да. Да? Мне очень нравится. Я себя научилась хвалить, обращать внимание на себя. Как-то раньше не задумывалась вообще, что мне нравится. Ну или даже чересчур задумывалась, тоже начинала распыляться на одно дело, на другое, на третье. А сейчас есть какой-то такой, есть цель, это вот развитие свое наполняет очень меня изнутри чувство благодарности вот ко всем, ко всему, что было. И, конечно же, в первую очередь к моему сердцу, если бы не те экстрасистолы, не те тревожности, панические атаки. Видите, просто сердца у меня, как выяснилось, было мало. Значит, добавились... Тревоги. Тревоги, паники, тревоги, потом депрессии вот эти, потому что все никак, я не выходила, и организм, тело, меня вот... Ну это вот то, что я вначале говорил, что часто люди становятся на путь, на путь самопознания, на путь развития через какие-то страдания. Да. Так вот мы привыкли, да? Иногда нужны вот эти толчки для того, чтобы увидеть себя совершенно другим человеком, почувствовать жизнь, раскрыться. Я научилась вот себя благодарить, что мы вот, я сама с собой такую проделала работу, и я вот в большой такой вот любви и благодарности нахожусь. Ну что ж, Светлана, я хочу сказать, что вы большая умничка, вот, здорово. Я тоже благодарю ваше сердечко. Да. Да. Я желаю вам дальнейших успехов вот на вот этом пути, потому что путь, путь совершенствования, развития, он действительно на самом деле важен для каждого человека. Мы же приходим сюда, в этот мир, учиться, развиваться, приходить к целостности самих себя. И благодарю за то, что поделились с нашими зрителями нашего канала, потому что на самом деле людям нужны живые истории. Не только теория, но и опыт, то есть вот реальный опыт людей, как они через это прошли. Я узнаю, ну, как специалист, что когда рассказываешь другим какие-то истории, у человека подсознательно происходят какие-то озарения, осмысления и даже порой трансформации внутренние. Поэтому я думаю, то, что вы поделились с зрителями нашего канала, это очень важно, очень ценно. И я благодарю вас от души. Благодарю, Валерий Владимирович. Спасибо большое всем. И желаю здоровья. Не бояться, вообще ничего не бояться, относиться ко всему с принятием. Пусть будет все, всех хорошо. Да, надоело бояться. Друзья, если у вас есть интересная история о своем пути, об исцелении, о пути своего развития, о том, как вы встали на этот путь, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Я думаю, это будет важно для всех зрителей нашего канала. Всех вам благ.